Микроавтобус еще не выехал из Анапы, а примеров равнодушного отношения к благоустройству вокруг зданий и сооружений, составляющих картину визных ворот в курортный город, хоть отбавляй. Два огромных солидных мебельных магазина не имеют ни одного деревца вокруг, кустарника или цветочного вазона. Летом у этих железобетонных изваяний дикое пекло. У въезда на автозаправочную станцию никогда не просыхающая лужа, мусор, металлолом, старые шины. У торгового центра магнит газон и по колено в траве. Здесь магнит покосить не может, посмотрите, их здание. А вокруг долгостроя, который претендует на звание банкетного зала, вот уже несколько лет никогда не заканчивающийся мусор. Там мы еще из Анапы не уехали. Как раз вот контраст сейчас посмотрим, новороссийский, как можно содержать и как должно содержать. Заросшее сорняком поле рядом не лучший пейзаж для будущего банкетного зала. Вот здесь что, нельзя косилку загнать, вот это скосить, погно всего, а? У этой же земли есть собственники. Сегодня Семендуев собственник этой земли, вернее арендатор. На въезде в Анапскую забор, огораживающий стройку, конечно же, не красит въездную зону в город. Ну это караул просто, понимаешь? Ну сделайте человеческий заборчик, вот как на трассе и на Чембурке. И уже на въезде в Новороссийск глава города обращает внимание на забор. Ограждение все из того же профиля, но огорожено не наглухо, а с воздушным пространством. И выглядит это сооружение очень привлекательно. И везде цветы. Их много вдоль всей проезжей трассы. От свежевысаженной виолы, не боящейся, кстати, холодов, не оторвать глаз. Цветы по всему Новороссийску и в самых разнообразных вазонах. Очень много недавно высаженных деревьев. Бордюры – настоящее украшение дорожного полотна. А еще легкие металлические ограждения – неотъемлемая часть пешеходной инфраструктуры города. Сергей Сергеев находит самое верное определение тому, что видит в Новороссийске и о чем мечтает в Анапе. Ну Европа, натуральная Европа. Вот я смотрю, и что было здесь 10 лет назад. Контраст того, как оформлены въездные зоны в Новороссийске и в Анапе, чувствуется сразу, как въезжаешь снова в наш город. Глава требует своих замов разобраться с теми, кто бросил на въезде весовую и неухоженную землю вокруг. Кто-нибудь может сказать, чьё это имущество? И почему оно уродует въезд в Анапе? И с удовольствием отмечает предпринимателей, строящих на въезде в Анапскую тротуарную дорожку. Понятно, что это и для города хорошо, и для предпринимателя. В такое кафе люди пойдут с удовольствием. Дорожка обрывается рядом с автомойкой. Тут словно другой мир. А у магазинчика ни цветы, ни водоотведения. А то яма, то канава. Мальчишки бегут сюда через дорогу запросто, потому что нет тут защитного ограждения. И становится грустно от того, что мы не видим вокруг себя самого элементарного. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион.